ЗАБРОЩЕННЫЙ ГОЛОС Город стоит высоко в горах, там, где невозможно возводить города. Строители оставили после себя только вопросы. Главный из них – зачем, для чего они его построили. Этот человек поднялся сюда, чтобы спросить себя, зачем я делаю то, что делаю. Человек всегда живет в оболочке, в некой оболочке комфорта. Для того, чтобы получить что-то больше, нужно дать больше. Я понял, что нужно всегда пытаться, как бы, вот эту оболочку разорвать и выйти на другой уровень. Как бы там тебе тяжело не было, там, выйти, попытаться, так интереснее. И вот у меня это получается. Что же принесет его команде цифра 2012 – музейное задвение или новое начало? КОНЕЦ Шесть! Шесть! Шетыре! Три! С Новым Родом! Вот так встретила 2012-й украинская команда на гонке «Дакар». Без шампанского, но с фейерверком. Над автомобилем номер 343 – украинский флаг. А под ним собрался настоящий интернационал. Первый пилот – украинец Вадим Нестерчук. У штурмана Лорана трудная фамилия – Лихт-Лехтер, а сам он лучше всего изъясняется на французском. Ты француз или украинец? Два в одном. Я француз, но с украинской спортивной лицензией. И я составная часть украинской команды. Пока удача на их стороне. Российский шелковый путь закончился для экипажа четвертым местом. В Египте на ралле «Фараонов» Вадим и Лоран пришли вторыми. Я надеюсь, что мы повторим этот результат на «Дакаре». Я сказал, ты классный водитель, классный пилот. Уже третий «Дакар» французский итальянец Марко Пьяно рисует на своем грузовике желто-голубой флаг. Его задача – оказать помощь экипажу Нестерчука, если понадобится. Цели две. Первая – попасть в первую двадцатку. Лучшего результата мы на этом грузовике не добьемся. Вторая – идти рядом с Нестерчуком. А это надежный тыл команды – болельщики. Местные фаны лучше говорят по-испански, чем по-украински. Что ты знаешь об Украине? Что я знаю об Украине? Как эта страна выглядит? На что Украина похожа? Я думаю, очень красивая. Надеюсь, однажды я увижу Украину. Их прадеды много лет тому назад оказались в Аргентине. Украинская команда – как напоминание о том, что где-то далеко есть настоящая Родина. Павло Сынишин – комиссар полиции. А с виду не скажешь. Тем более, что он приветствует превышение скорости, если превышают украинцы. Супер! Этот Дакар не похож на остальные. Три страны, два океана. Гонка стартует в Аргентине, на берегу Атлантики, и через жаркую пампу движется Кандом. У подножья Великих Гор трасса проходит мимо того самого места, где археологи до сих пор ищут Паэтите, сокровищницу древних инков. Быстрый бросок через перевал, и гонщики попадают в Чили. Неделя в песках и дальше на север, в Перу. Машины пройдут в нескольких метрах возле самой большой загадки древности – гигантских рисунков в пустыне Наска. Те, кто выдержат марафон, финишируют в Лиме, на Тихоокеанском побережье. Но каждый понимает – дело не в маршруте. Почему первый спецучасток слишком короткий, всего 56 километров? В чем подвох? Кого первого Дакар выведет из строя? Вольво Си Икс 60. Шведский дебютант должен был стать новой звездой Дакара. Но машина смогла удивить лишь тем, как быстро она превратилась в расплавленный кусок металла. Сначала машина шла нормально, потом лопнул в бензопровод. А через минуту все уже горело. Выбраться из машины, когда она горит, непросто. Вот, собственно, и все. Этот человек – Насар Алятия, чемпион предыдущего Дакара. Стартовал первым, пришел 38-м. Насар, как ты прошел первый этап? Все в порядке. Но в порядке далеко не все. В его хаммере внезапно упало давление масла. Машину строил американец Робби Гордон. Он, кстати, неплохо закончил этап. И щедро предоставил товарищу по команде галстук, на котором и дотянул чемпиона Добивуака. За два километра до финиша спецучастка упал со своего байка Хорхе Буэро, сын знаменитого аргентинского автогонщика. Он получил серьезные травмы. Было решено эвакуировать его на вертолете. Удар, столкновение, катастрофа. Сигнал из поврежденной машины через спутник летит в Париж, где собирается информация о происшествиях на гонке. В Париже оценивают степень опасности, и оттуда поступает команда, куда, когда и как выдвигаться на оказание помощи. Пять вертолетов и десять карет скорой помощи все время в состоянии боеготовности. К пациенту мы добираемся очень быстро, в среднем за 19 минут с момента получения сигнала. Это быстрее, чем скорая помощь в Париже. И намного быстрее, чем в Киеве. Шансы на спасение высоки. Хорхе грузят в вертолет, но спешить уже некуда. От болевого шока у мотогонщика остановилось сердце. Смерть в первый же день. Когда-то на этой земле практиковали человеческие жертвоприношения ради успеха в войне или хорошего урожая. Кажется, Дакар лишь повторяет то, что делали древние. Забирает жизнью тех, кто готов ее отдать за победу в гонке. Так могло случиться и с украинским пилотом за 48 часов до старта. Вадим Нестерчук выехал на океанский берег, чтобы потренироваться. Через два часа механики уже заклеивали царапины. Это первый боевой шанс за сегодня. И не последний. Нона, любимая девушка пилота, счастлива. Вадим с тренировки вернулся целым и невредимым. Здесь плачки пинка. Яйчик мой. Хочешь пописать? Яйчик мой. Но вот на машине она замечает царапины. Ты мне скажи, пожалуйста, что сегодня произошло? Ты поцарапали. Что вы поцарапали? Где? Как? Вадим отвечает уклончиво. Только потом Нона узнала. На скорости 160 Нестерчук вошел в облако пыли в тот момент, когда за густой завесой остановился грузовик. Пыль вот эту всю поднял, я остановился. И когда я выскочил из пыли, уже увидел стоящий грузовик. Поэтому надо было резко как бы уходить, и пришлось о его борт немножко так прижаться. Знак, предупреждение или случайность? Как бы то ни было, об этом случае он будет помнить до конца гонки. Уже на второй день Дакара стало жарко. За бортом плюс 42. Это прекрасно! После такой пыли нырнуть в воду. Хотя бы даже в такой маленький поток воды. Сеньор, грасиас! При такой температуре двигатель может превратиться в факел. Трасса продолжает сжигать автомобили. Вот так сгорает надежда на финиш. Я правда не знаю, что случилось. Пожар начался с двигателя. Это я знаю точно. Дакар 2012 оказался фатальным и для зрителей. Пилот Луис Салдавини и его сын Томас решили понаблюдать за трассой с воздуха. Их самолет разбился за несколько километров от финиша. Вадим Истерчук решил быть осторожным. Ни грамма лишена.